Разыграли «Родос», начался второй тайм. Следующий матч у нас с МБЗ, с ЗПК. «Родос» как раз пытается добиться, обеспечить себе преимущество. Вот Галецов сейчас акцентирует свое внимание судьи, недоволен он решениями какими-то, как я понимаю. Отдельное внимание требует и обсуждения каких-то моментов. Ну, Роман требовательный, профессионист по отношению к своей команде. Знакевич Назарев бросает на «Сахно». Очень широко сейчас «Родос». На самом деле, думаю, это ни к чему не приведет. Пока что матч тура как раз предыдущий матч. По темпу, по динамике, по розыгрышу. «Сахно». «Сахно». «Добыш» почти обработал, но чуть-чуть не хватает ему здесь. Ну, и столько же буквально не хватает и Хохлову. Ходоковскому вернее. Это был Ходоковский. Похоже, они по статуре часто их путают. За ним далеко не совершенного зрения. Третьяниченко. Ярослав Надобыша. Дмитрий. Сохранит мяч, сыграет через назад. Очень непросто им пересекать половину поля. А ведь пятого будут подключать неизбежность. Как раз таки под самый конец. И вот что будет там. Далеко. Не нужно ходить. А все просто. Нужно забить второй мяч. Казалось бы. Но не просто сейчас. Робосы. Печина. Отыгрывает Добышна Дедяниченко. Удар приходится совершенно мимо. Капитан не вошел сегодня уверенно в игру. На мой взгляд, пока что не нашел каких-то своих моментов. Да и вообще моментов было крайне мало. Я напомню, 1-0 всего лишь. Вы спросите, почему я говорю всего лишь? Да потому что моментов ткач вытащил огромное количество. Трегуб. Добышна Трегуба. Ее интересно смотрелось по задумке. Опять же ничем особо не закончилось. Трегуб. Трегуб. Играет по пробке. Добыш. Снова отыгрывает на Трегуба. Один. Трех. Один. Один. Три. Один. 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 С первого номера Тычину. Добрыницкий на Свидерского. Дальняя штанга была. Как там вовремя оказался Третьениченко? Вот Ярослав сейчас помог своей команде. И гол! Гол, друзья! Сидерский на дальней штанге откликнулся на передачу, как я понимаю, Рудышина. И забил. 1-1. То, про что я и говорил. Совершенно недостаточно 1-0. А это только лишь начало второго тайма. И неизбежно показывает характер самоотдачу. Рудышин не выглядит настолько собранным. Как во мне есть нехватка Максимова. Который тоже бы разбавил хорошим темпом игру. Хороший проход от Обыша. Пробовал пробить. Угловой для Родоса. Только что серьезный момент был. Большинство ударов сегодня вот именно туда и летят, куда полетел мяч. Мало качества. Я не про матч Родоса неизбежно. Я вообще про большинство матчей сегодня. Эмоции зашкаливают и команды не могут сконцентрироваться и пробивать как-то надежно. Трегуб. Играл на Довбыша. Трегуб. Тычина. Но вон на Трегуба красиво это смотрелось. Вот эта комбинация тянула на забитый мяч, но удар был не так хорош. Первая пятиминутка сыграна командами. По мне второй там явно интересный. Трегуб. Трегуб. Тычина. Очень много перемещений спиной к воротам. От ворот убегает. Сейчас Родос разыгрываешь свое, а не в сторону ворот. Как я понимаю, если Родос сыграет в ничью или проиграет, то у ЗБК есть шанс выйти на вторую победу. Что тоже удивляет максимально. Вот так бывает. Начина. Довбыш. Трегуб. И это гол, друзья. Дмитрий сам на характере. Но мне не зря сказал, что сегодня на гипермотивации играет Дмитрий. Видно. Видно, когда у кого-то пошла игра. Это видно с первых минут. Человеку, который любит футбол. Ну, едва бы ж таким образом. Выводит снова вперед. Родос, 2-1. Но это, опять же, далеко не конец. Провольский. Врезается. Ну, а что дальше? А дальше пустые. Ну, не совсем пустые. Я так погорячился. Так, ну. Надобыша. Галецкий будет первый на мяче. Сыграл Лохоплова. Найкевич. Насохно. Макроуольский. Пробует сейчас таким образом разгружать вот это давление на матче. Эмоции. 11 минут. Всего 11 минут. Добыша. Добыш. Опять же, заставляет понервничать. Галецкий там как будто ждал. На диване и выбил мяч. Прекрасно выбил. Снова Галецкий. Макроуольский. Слева играет на Добыша. Хороший отбор удается Ходоковскому. И надежно. И опасно. Для судей. Для детей. Выбивает мяч. Галецкий на Рудышина. Подстраховывает Ородос Себя на дальней штанге. Рудышина Галецкого. Ошибается Галецкий. Есть шанс забивать сейчас. Что я могу сказать? Что-то не будет за фенальти. А Макроуольский как бы ни кричал. Он должен забивать такие моменты. Должен. И желтая карточка. Такой какой-то эпизод. Я не могу подобрать слов. Забивать нужно, я считаю. Можно хладнокровней было сыграть. Видно было, что изначально ногу немножко не идеально ставил. Макроуольский. Сегодня он уже забивал. Трегуб. Мнищенко. Насохно. Но Макроуольский поборется. Ошибается Свидерский. Хотелся мяч на воде аута. Досадная детская, казалось бы, ошибка. Но это ничем особо не рушится. Для неизбежности. Матч продолжается. Меньше 10 минут играть. Ахло. Дритиньиченко. Сахно. Снова Дритиньиченко. Буду перепасовываться сейчас срок. Чему нет? Дритиньиченко. 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 Казань. Хороший навес тычина, открывается, нет, не успеет он, кач первый, тут же вбрасывает. Неизбежность понемногу, начинает больше контролировать мяч, на это стоит обратить внимание. Добринецкий, Легу, будет ли обыгрывать? Разыграли, Родос, Тычина, Трегуб, Трегуб снова на Тычину, так, ну, опасно, да и, честно говоря, там Ярославу надо было, капитану пробовать отдавать, передать. Такой гол Александр Тычина забивает. Ну, как-то по бильярдному это все смотрелось и, наверное, как воздух нужен был такой забитый мяч. Это, возможно, кандидат на попадание в топ, потому что, ну, из ничего такое впечатление выдавал этот мяч в тот момент, когда Ткач просто не оставляет сомнений, что сегодня он мега-матч показывает. Ну, конечно же, Роман, наверное, оспорит мои комментарии по просмотру этого видео, когда увидит, что пропустил сейчас. Но до этого показывал прекрасный матч и такие удары, идеально, Сангу, конечно же, все-таки запоминает. Сокно! Третьяниченко. Девчина. Дают пройти по бровке. Александр пробивает, удар приходится в игроках, Хохлов там блокирует. Ну, тайм-аут берет, как я понимаю, Робес. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...